Всем привет! В доте вышел новый сундук, внутри которого есть топовый сет на личность антимага. Я пытался его выбить, открыв 13 сундуков, но хрен там плавал. Я заметил, что в наборе этого сета не добавили загрузочный экран, и сейчас мы будем это исправлять. Открываем блендер, удаляем куб и начинаем работу. Первый этап — импорт всех моделей сета из доты. Полный гайд о том, как это делать, вы можете найти по всплывающей подсказке сверху экрана. Для того, чтобы собрать этот конструктор, нам понадобятся сама личность антимага, даггеры, волосы и тело из сета. Импортируем все модели и приступаем к настройке персонажа. Важно сделать следующее — ресетнуть позу, шейд смузнуть модели, удалить лишние вершины. Далее — долгая и муторная работа с настройкой скелета. Как только все настроено, и мы проверили растяжку, можно приступать к следующему этапу. Настало время заняться внешним видом персонажа. Каждую текстуру прогнать через апскейлер, дабы добиться лучшего качества по визуалу. Кстати, вот для сравнения до апскейла и после. Согласитесь, разница существенна. Позже мне что-то ударило в голову, и я решил улучшить ей кожу. Время и сил было убито немало, но все же добавить к коже реалистичный вид, как по мне, удалось. И мы переходим к следующему этапу, а именно позинг. На этом шаге нужно поставить персонажа в нужную нам позу. Референс был взят из головы, ссылаясь на ранее просмотренные фильмы Марвел с Алой Ведьмой или что-то типа такого. Дальнейший шаг — это ассеттинг, то есть наполнение сцены дополнительными моделями. Я решил взять тавр, портал, трон, терзателя, ну и не смог сдержаться перед тем, чтобы добавить летающего крипа. Кстати, для референса я использовал вот эту работу. Мне очень понравилась задумка, летающие элементы и что-то загадочное, что затягивает все в себя. Для создания дыма и облаков я использовал аддон Easy4. Благодаря ему я сэкономил уйму времени. Ссылка на этот аддон оставлю в описании к ролику. Едем дальше. И начинается постановка света. Боковой, заполняющий, контурный, для подсветки дыма, подчеркивающий и еще много других умных слов, которых я не знаю названия. Но моя насмотренность помогает мне в решении этого вопроса. Чуть позже я заметил, что глаза совсем уж не айс. И нужно с этим что-то сделать. Твои глаза. Тут на помощь приходит аддон TinyEye. Он совершенно бесплатный. Поэтому настоятельно рекомендую к использованию. Завершающий этап — это донастройка материалов. Например, чтобы светились рога или некоторые участки на мечах издавали свечение. Также добавление эффектов. Да, я делаю их в блендере. Кто-то кинет в меня камень и скажет, что удобнее это делать в фотошопе, ну камон, ребят. Каждому свое. Все готово к рендеру. Барабанная дробь и... Кстати, это не шутка. У меня действительно крашнулся блендер при первой попытке рендера. Спустя минут 30 рендер подошел к концу. Доработки в фотошопе я оставлю за кадром. Лучше давайте посмотрим на итоговую работу. А 4К-версию этой работы можно найти у меня в Телеграм-канале. Отдельный респект тем, кто смотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и кликайте на колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok